Я хотела бы начать свой доклад с аннотацией неблагоприятных факторов на сегодняшний, особенно в связи с изменением, введением в практику новой классификации ТНМ-8. На сегодняшний день неблагоприятными факторами являются размеры опухоли, это 2 до 4 и более миллиметров, это классификация по ТНМ-ПТ3Б-4Б, это наличие регионарных метастазов, особенно наличие также транзиторных, сателлитных и микросателлитных метастазов, это стадия Н1С, Н2С, Н3С. Введена новая подстадия, это 3-я Д, стадия ПТ4Б, Н3А, Б, С. Также для классификации применяется изъязвление первичной опухоли, также является неблагоприятным фактором. И косвенными, но очень важными факторами для определения неблагоприятного прогноза остается высокий методический индекс, наличие лимфофаскулярной инфильтрации и переневральной инвазии. На данном слайде представлена 5-летняя выживаемость при меланоме кожи, которая была выполнена при помощи метаанализа с использованием новой классификации ТНМ-8. выделены стадии заболевания, которые являются неблагоприятными и требуют в дальнейшем проведения адвивантной терапии. Это стадии 2-Б, 2-С, 3-А, Б, С и новая стадия 3-я Д, в которой отмечается значительное уменьшение 5-летней общей выживаемости до 32%. Интерферон. Что это такое? Интерферон альфа, извините, это гликопритеин. Это белок. Впервые это вещество было выявлено при изучении интерференции вируса в далеком 1957 году, отчего и произошло название этого вещества. Он был выявлен при наблюдении за тем, как во время появления вирусной инфекции в организме вырабатывалось новое вещество, которое помогало организму бороться именно с вирусами вирусов. Были изучены постепенные эффекты этого вещества. Основной – это противовирусный, иммуномодулирующий общий, антипроферативный, антиангиогенный, индукция синтеза белков и противоопухолевый эффект. Интерферон делится на два класса. Интерферон первого и второго типа. Интерферон второго типа – это интерферон гамма. Интерферон и первого типа в основном используются интерферон альфа-эликоцитарный и интерферон бета – это фибробластный интерферон. Противопухольный эффект был более подробно изучен, и выяснено, что в основе его лежит инфильтрация опухолей цитотоксическими телелимфоцитами и дендритными клетками. И при дальнейшем изучении было выявлено, что эти явления коррелируют с противопухолевым эффектом. Изначально интерферон начали применять при остеогенной саркоме, именно в онкологии. В 1972 году. В дальнейшем эффективность была показана при различных заболеваниях. Это и опухоли почки, нейроэндокринной опухоли, саркома капыши, опухоли толстой кишки. В лечении меланомы впервые были получены результаты в 1978 году при применении фибробластного интерферона, когда пациентам с метастатическим вариантом меланомы кожи вводили препарат внутриопухолевой и добились уменьшения размеров опухоли, который сохранялся длительное время. Это послужило основой для изучения интерферона при метастатическом меланоме кожи. Проводилось множество исследований в этой области, как в самостоятельном режиме, так и в комбинации с тетостатическими агентами. Получилось добиться увеличения частоты ответов до 48%. Однако не было выявлено увеличение общей выживаемости. И в дальнейшем исследования шли по пути изучения интерферона в адювантной терапии при меланоме кожи с неблагоприятным прогнозом. Регистрационные исследования, которые показали увеличение безрецидивной выживаемости и общей выживаемости при адювантной терапии, проходили в далеких 1990-х годах. Это первые исследования, которые показали эффективность данного препарата при второй стадии. Далее препарат изучали и при третьей стадии заболевания. Удалось достичь убедительного эффекта в увеличении общей выживаемости высокими дозами интерферона. Однако лечение при терапии высокими дозами интерферона заканчивали лишь 60% пациентов, что было соотнесено с высокими токсическими эффектами третьей-четвертой степени. По данным последних метаанализов данных, которые изучали множество исследований по применению адювантных вариантов терапии интерферонов, данный метаанализ включал 14 клинических исследований, более 8000 пациентов. Было выявлено снижение риска прогрессирования при адювантной терапии интерфероном альфа при второй, третьей и четвертой А стадии применение после радикального оперативного лечения на 18%, снижение риска смерти на 11%. Однако при третьей стадии заболевания, в отличие от предыдущих исследований, не было выявлено увеличение общей выживаемости. И также терапия высокими дозами интерферона не влияла на общую выживаемость. Были попытки комбинировать терапию интерферонами с различными вариантами клеточной терапии, с вакцинотерапиями. Однако не было выявлено влияния ни на общую выживаемость, ни на время без прогрессирования. И лишь в одном исследовании было выявлено снижение риска рецидива на 50% в группе, которые получали адювантную терапию интерфероном альфа по сравнению с вакциной ГМК. Далее было изучение применения данного агента в адювантной терапии при меланоме неблагоприятных групп. Это редкие локализации, меланомы слизистых. Не было выявлено различий в общей выживаемости по сравнению с контрольной группой. И лишь при подгрупповом анализе было выявлено увеличение общей выживаемости, прибавка практически более чем в 20 месяцев в группе контроля с наличием метастазов в региональных лимфатических узлах. Фигелированный интерферон альфа. Неоднозначно всегда была информация по поводу дозы препарата, продолжительности лечения. Была попытка применения пролонгированного рекомендантного интерферона альфа, который увеличивал время выведения препарата из крови. Это дало возможность применять препарат один раз в неделю. Исследование, которое проводилось в 2000 году, продолжалось оно в течение пяти лет. Медианное наблюдение состояло три с лишним года, практически четыре. Было выявлено увеличение времени без прогрессирования в группе применения такого варианта интерферона. Однако влияние на общую выживаемость также не было оказано. И впервые при данном анализе прозвучало фактор изъявления меланомы кожи при терапии таким пролонгированным вариантом интерферона увеличивало общую выживаемость при подгрупповом анализе. В дальнейшем этот препарат был зарегистрирован для лечения пациентов с меланомой кожи с метастазами в лимфатических узлах, это третья стадия, после радикального хирургического лечения. В 2017 год произошла смена вектора в адювантной терапии. Первые данные исследований, которые показали эффективность комбинированной таргетной терапии и препаратами-ингибиторами контрольных точек в адювантной терапии, и встал вопрос, останется ли интерферон-альфа в стандартах для терапии адювантной. Ввиду полученных данных. Был проведен метаанализ в 2017 году, он был опубликован, где показано, что единственным вариантом эффективности применения интерферон-альфа стал фактор изъязвления опухоли. При отсутствии изъязвления опухоли расхождения кривых не наблюдалось. При изъязвлении разница 10-летней общей выживаемости и время беспрогрессирования составила почти 7% и 10 с небольшим процентом в группе в пользу интерферона-альфа. Таким образом, на сегодняшний день интерферон входит в российские рекомендации. В иностранных рекомендациях стали отходить от данного варианта адювантной терапии. При изъязвлённых... В российских рекомендациях он остаётся при изъязвлённых формах 2-й Б и 2-й Ц стадии. При 3-й стадии как минимальный объём лечения. И продолжительность лечения должна составлять в среднем 12 месяцев. Безопасность терапии. В целом препарат переносим удовлетворительно. Токсичность препарата отличается при высокодозных вариантах интерферонов-альфа. И отличительной особенностью является то, что терапия интерфероном-альфа отличается тем, что токсические эффекты данной терапии можно корректировать при помощи изменения ДОС, в отличие от препаратов-ингибиторов контрольных точек. Терапия интерферонами закрепила за собой место в современных стандартах адювантной терапии меланомы с неблагоприятными факторами прогноза. Оправдано назначение адювантной терапии меланомы 2-й Б и 2-й Ц стадии изъязвлённых вариантов. Минимальный объём адювантного лечения при 3-й стадии также оправдан для применения интерферона. Возможно управление токсическими эффектами путём коррекции ДОС, что является отличительной особенностью данного варианта терапии. Интерферон оказывает общее иммуномодулировшее действие. И вопрос, останется ли интерферон в дальнейшем в стандартах лечения. Кратко просто представлю этот слайд для обсуждения. Возможно препарат эффективен, мы это видим, но возможно мы не знаем различные предиктивные факторы для назначения, дополнительные факторы, кроме изъязвления для назначения этого препарата. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. Продолжение следует...